Еще в августе 2016 года вступил в силу указ президента Республики Беларусь номер 240 о государственной поддержке граждан при строительстве и реконструкции жилых помещений, который предусматривает предоставление субсидий на погашение кредитов. Воспользоваться адресным субсидированием на определенных условиях могут некоторые категории граждан. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете с комментариями начальника отдела по учету и распределению жилья Пинского госполкома Натальи Никитюк. 240 указ был тогда издан в дополнение к действующей системе льготного кредитования жилищного строительства. И таким образом введен был еще один вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сейчас Пинский госполком приглашает принять участие в строительстве жилья определенные категории граждан, ставшие в очередь до июня 2017 года. Это многодетные семьи, семьи воспитывающие детей инвалидов, участники Великой Отечественной войны, а также других льготников. Обращаться нужно в отдел по учету и распределению жилья. Набор квартир достаточно большой. Это три пусковых комплекса по улице Революционной 3А. Это дом по Брестской 142Г. И это девятая позиция. Опять же, там же на улице Брестской новый микрорайон Загорский. Дома как из ячеистого бетона, так и панельные. То есть в различной ценовой вариации. Поэтому, пожалуйста, подходите. Будем рады, чтобы у всех было новоселье. И всем разъясним их возможности. В следующем году также закладывается три дома, при строительстве которых нуждающиеся могут воспользоваться льготами по 240-му указу. Планируется приглашать по 2008 году молодые семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Поэтому, пожалуйста, проверяйте свои почтовые ящики. Поскольку отдел рассылает извещение о подходе очереди почтой. Извещение необходимо достать из почтового ящика, сходить на почту, его получить. И вся информация, изложенная в ней, будет вам доступна. И вы будете принимать решение дома, в спокойной обстановке. Возобновлено предоставление адресных субсидий на погашение части кредита, который будущие новоселы берут под строительство индивидуального жилого дома. Многодетные семьи мы уже известили. Возможно, отдел не имеет информации о многодетных семьях, получивших участки на районе. Поэтому, опять же, многодетные семьи, которые получили участки на районе, пожалуйста, приходите за субсидии на индивидуальное жилищное строительство. Без ограничения даты постановки. Для данной цели средств достаточно, ограничений никаких нет. К индивидуальному жилищному строительству предлагают приступить молодым семьям с двумя несовершеннолетними детьми, которые встали на учет нуждающихся до 2006 года. Учтите, что, возможно, в отделе нет информации о наличии у вас земельных участков. Поэтому, пожалуйста, подходите, информируйте. Мы будем формировать списки, составлять и в дальнейшем работать с теми, кто обратится. В рамках развития сотрудничества с Китаем по предоставленным грандам в районе Загорске возведено два жилых дома, в одном из которых есть свободные двухкомнатные квартиры социального пользования. Те, кто имеет право на получение соцжилья, могут обратиться в исполком. Как правило, данные квартиры мы предоставляем семьям, воспитывающим детей инвалидов, которые состоят на учете на социальное пользование, гражданам, проживающих в жилых домах, признанных аварийными, участникам Великой Отечественной войны, значит, малообеспеченным инвалидам, гражданам, страдающим заболеванием, при котором невозможно совместное проживание. К сожалению, не очень активны данные слои, и поэтому мы тоже, опять же, граждан, у которых обеспеченность общей площади жилого помещения менее 15 квадратных метров на одного члена семьи, приглашаем не полениться, взять справочку в расчет на справочном центре о составе семьи и подойти в отдел, проконсультироваться. Возможно, они нуждаются, возможно, мы их сможем поставить на учет, и они таким образом смогут получить жилое помещение социального пользования. Каких-то определенных сроков обращения в отдел по учету и распределению жилья нет. Все можно сделать без спешки. Это все не ограничено сроками, поэтому, пожалуйста, ажиотаж создавать не надо. Весь 2018 год мы тоже будем работать и по 240-му, как на квартирной застройке, как по индивидуальной, так и по предоставлению жилого помещения социального пользования. Ажиотаж не создаем, идем спокойно, планомерно. Телефоны кабинетов отдела есть на сайте. Информация есть о данном жилье в новостной строке на сайте Пинского горисполкома. К этому, пожалуйста, читайте, изучайте, спокойненько реагируйте на все имеющиеся информации. КОНЕЦ Продолжение следует...